Доброе утро, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа! Сегодня воскресенье и в нашей Церкви снова богослужения. Приглашаем всех! Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отечественник, мы приветствуем Тебя на этом месте. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Твою кровь, зажавшую на Христе, за то, что Ты умер за наши грехи и за свет и с мертвых. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты утешаешь нас, что Ты живешь нас, что Ты ведешь нас, помогаешь нас, наставляешь нас и учишь нас. Мы благодарим Тебя, Господи, что сегодня Ты будешь продолжать помогать нам размышлять на словах Твоих и питаться пищей Твоей, Господь, духовной пищей, потому что наш Дух, Он желает напитаться словом Твоим, чтобы выкрепить нашу веру в Тебя, чтобы наша вера была твердой и непоколедимой, чтобы мы знали, куда мы идем, где мы будем, что с нами есть сейчас, кто мы есть пред Тобой или кто есть Ты для нас. Мы благодарим Тебя, чтобы мы очиститься Твоей, Твоего тела, Иисуса Христа. И поэтому мы хотим завершить хлебопреломление, ибо Ты есть лишь жизнь с шедших лет, и каждый преломляет этот кусок хлеба. И мы есть ветвина Твоей святой виноградного тела, и Ты – источник нашей жизни. И потому мы сегодня принимаем этот хлеб, это Твоё тело, это вино, это Твоя кровь, куда многих издеваемого оставленного листа. И этот хлеб – это тело Коэлла Мимы за наши грехи. Спасибо Тебе, наш любящий небесный Иисус. Ты дал мне обещание вечной жизни. Ты сказал, что ядущий Крус Твоей, любящий Крус Твоей, имеет жизнь вечно. Аминь. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 хора. Его тексты исполняли музыканты на духовных орудиях. Все у Бога божественный порядок был. Духовные орудия это какие? Труба? Гусли? Гусли? Я не знаю. По-моему, струнные орудия. Это струнные струны. А духовные это труба. Что еще? Духовные орудия это музыканты. Это может быть труба. Дудки, труба. Вот все, что ты выдыхаешь из твоих лёгкость. Это есть духовное орудие. Надо дуть. А у Иисуса орудие было какое? Он только дунул и сказал ученикам, «Духовные орудия». Оружие Духа Святого. У нас даже оружие, чем Дух Святой нет. И вот это как бы был заменитель Духа Святого. «Духовные орудия». Это духовные орудия. Они составляли Господа. И Он спел. «Путеводи меня, Господи, в правде Твоей». Что значит «в правде Твоей?» Правда – это Слово Божие. Вот это Слово Божие – это истина. То, чем мы с вами занимаемся, молимся по Слову Божьему. Если мы будем молиться по Слову Божьему, мы войдём в это русло. Русло, по которому идёт Господь. Течёт Он, и мы идём в направлении, куда Он. Язычники тоже очень много молятся. И всё их русло не туда направлено, не туда, куда Бог идёт. Они идут все широким путём, который ведёт погибель. Это не есть узкий путь, а это узкий путь. Жить по правде – это узкий путь. Жить по правде – это узкий путь. И поэтому Давид просил Бога. «Путеводи меня, Господи». Вот о чём нужно просить Бога. Чтобы Он на пути возил, по правде. И ради врагов, моих Он говорил, уравняй. 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 Ради врагов нам. То есть врагов у Давида было много. У нас врагов тоже много. Те, кто против Иисуса Христа – это все наши враги, которые нужно любить, которые нужно готовить на молитвы, которые нужно спасать. Может быть, они лично тебе что-то не сделали плохо. Вот. Но если они делают зло, творят зло – это они делают сейчас зло против Бога. То есть всякий человек, который творит зло, решит, он идёт против Бога. А мы Бога любим, мы Его семья. Мы свои Бога уже. И если Богу кто-то что-то делает плохо, идёт против Бога – это и есть наши враги. И ты против тебя ничего не сделаешь за Жаней. Уравняй. Приза мною путь твой. Ради врагов мой. И Давид так молился. Как вы это знаете? Господь ответил на эту молитву? Конечно. Вот на эту молитву Он отвечает. Потому что это Его воля. Аминь. Будем молиться по слову Божьего. Обязательно Бог ответит. Мы просто не замечаем, насколько молитв Бог нам отвечает. Вроде бы попросили и забыли, что мы просили у Бога. Он всё помнит, что ты просил. А вот если это по правде, то Богу Божьему. Он точно ответит. Аминь. 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 Он стихотографии. Аминь. И заботится по словам Божья. и отпусти пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говори, говорит Город Табаров, Али. Был такой царь Кир, он был помазанник Господень. И этот царь Кир, он участвовал в строительстве города. И Бог его помазал на этом. И вот Исаия пророчествует о нем. Я бы отбил его в правде и уравнивать все пути его. Зачем Богу уравнивать путь нам? Чтобы мы достигли определенной цели. Правильно? Богу он желает, чтобы мы двигались к своей цели. Чтобы мы достигли этой цели. Поэтому он уравнивает все наши пути. Если у человека пути кривые, Богу он не будет ему помогать тому, что он идет не тем путем, каким нужно идти. Он помогает Дух Святой тем, кто идет к своей цели. К почести Вышнего звания во Хринии. Источник, который идет. Аминь. Перед день уравнивает путь. А для Кера он предназначен, чтобы он строил ему город. И здесь он говорит об этом. Что он построит город мой. То есть Божий город построит. И отпустит пленных моих. Он говорит Господь. Не за выкуп, не за дары. Говорит Господь. Что значит не за выкуп, не за дары. То есть бескорыстно это делается. Понимаете? Не за зарплату. Не за зарплату. Потому что мы же свои Бог. Я вот как бы родственники, да, когда вот. Хорошо, да, родственники. Там не надо им платить. Они не принесли картошку. Я им за это не плачу. Это родственники. Не за выкуп, не за дары. Да, вот. И мы с вами свои Бога. Мы родственники. Мы родня. И поэтому наша служба была. Она бескорыстная служба. Мы дочери. Мы сыновья Божьи. Поэтому мы сейчас, значит, в плане Бога, в плане Бога, в том, идем за Ним, чтобы осуществить Его план, Его цель. То есть нам нужно осознать, что у Бога цель грандиозная. Да, и мы движемся к этой целью. Если мы ее достигнем, мы будем по-настоящему удовлетворены своей жизнью. Потому что если Бог нас сотворил, если Бог нас родил в этот мир, значит для какой-то определенной цели. Когда человек, он понимает, что он идет, его жизнь бессмысленно, да, почему вот многие заканчивают жизнь тому, потому что они считают, что их жизни смысл не имел. Потому что они идут не тем путем, потому что они не нашли своего предназначения. Для чего они живут? Нам нужно верующим понять и разуметь и принять своим сердцем, что мы родням Бога. И то, что Бог делает, вот Его церковь на земле, то, что Он подставил, церковь, вот, это Его воля. То есть это мы, церковь, это представитель Бога на земле. Церковь написана в больших буквах в Библии. В том смысле, та церковь, по которой имеет на виду Бог. И сейчас нам первая глава, я извиняюсь, вторая глава, ой, первая глава, все правильно. Там последний и предпоследний стих. Там написано «церковь в больших буквах». Потому что Господь отождествляет себя в церковь. Аминь? Аминь. Мы и Он, и церковь, это церковь и Он, это одно. Нельзя разделить церковь и Бога. Они не делены. Это одно. Он, глава, мы, тело, это. Тело написано в большой буквы тоже. Потому что это мы в большой буквы написано. Это более позже. Поэтому Бог и уравнивает наши пути. Он уравнивает наши пути, чтобы для достижения цели Бога. И цель Бога, она должна стать нашей целью. Аминь. Аминь. Мы родняем. Мы свои Богу. Не за выкупы, не за дары. Говорит Господь Табау. Аминь. Аминь. Что говорится? Отпустит пленных моих. Кто такие пленные? Рабы которые. Те, кто были рабами дьяволами, наша цель как раз. Отпускать из мужчинок на свободу. Это делается не за выкуп, а не за дары. Это же вето не делите. Вот это старик помадами, которые построят город. То есть, спасение, оно за деньги не дает опыта. Спасение. Это подарок. Спасение, дар вечной жизни, это подарок. И когда человек принимает Иисуса Христа, Он отвергает, значит, царство тьмы и переходит в царство сына Божьего. Царство Божье переходит. И это Бог дает не за деньги. То есть, то, что у нас в церкви принято, значит, десятинами пожертвованиями. Десятинами пожертвованиями мы не открываем себе путь на небо. Это ложь. Мы открываем себе путь на небо верой в Иисуса Христа. То есть, это бесплатный дар, это подарок. Аминь? Аминь. Адиньфицины мы приносим, потому что мы здесь живем по плоти, нам нужно кушать, нам нужно материальное для церкви и так далее. Чтобы в Доме Божьем было пищу. Да? И когда в церковь там большая, там администраторы всякие разные, которым нужно же еще зарплату платить, потому что церковь большая. И вот, значит, мудрые цирки в церкви, они помазанные, которые исполненные Духом, они занимаются целью, распределяют финансы. Но отпускать от мучеников на свободу, это делается бесплатно. Это не за деньги. Не делается. Приспевление, это не за деньги. Приспевление от Вишни Божьих, это и есть. Отпустите от мучеников на свободу. Отпустите от мучеников на свободу, это не за деньги делается. Это тоже да, это подарок. Жертва Иисуса Христа – это подарок, это подарок вечной жизни. Просто веру. Господь говорит, аминь. Аминь. Просто веру. Давайте откроем Масая 63 глава, 3732. Масая 63 глава, 17-19. Для чего, Господи, ты попустил нам собратиться с путей твоих, и жесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться себя, обратить ради рабов твоих, развлекаленно в сведе твоего, короткое время владел им народ в бедынии твоей, враги наши поправим китинище твое. Мы сделаем такими, над которыми ты как бы не касаешься владычества, и над которыми не именовалось имя своё, аминь. Народ Божий, да? Ну, Бог избрал, значит, нам. Он нам избрал. Но порой мы становимся такими, как будто бы мы вообще не верующие. Даже, ну, люди, может быть, 9 лет, может быть, 2 года походили, или просто альфа-курс начали. Пока альфа-курс проходили, вот, значит, они были верующими. И всё. Потом альфа-курс закончился, и, ну, в общем, от Бога. И приходят проблемы, где говорится о том, что эти люди, значит, народ Божий спрашивает. Для чего ты ей попустила жесточиться сердцем нашим? Говорит же Библия, да? Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Говорит об этом Библии? Говорит. Для чего ты? У Бога есть слава, у Бога есть цель. Для чего ты же ожесточательный, Бога? И написано, «Ожесточиться сердцем нашим, чтобы не бояться тебя». И здесь написано, «В короткое время владел им народ святыни Твои». То есть, он короткое время владел наследием Божьим. Ну, вот ты, Бог тебе пас, значит. Он тебе, значит, ты. Ты, значит, наследник Божий. Правильно? Что наследник Иисуса Христа. Так, и ушел от Бога. Здесь в чем Библия говорится. «Обратись ради рабовства, ради колен наследия Твоего». «Короткое время владел им народ святыни Твои». То есть, пока они шли правильным путем, правильным путем, Бог, он, значит, они владели этим наследством. Как только они ушли от Бога, все, это время закончилось. Короткое время они владели. Понятно? Короткое время владели. И сделались такими, как будто бы вообще они были. Вообще никогда не были общими. Вот сейчас вот такие дети, лишь по улице ходят, которые ходили долгое время и даже служили Богу, а сейчас они вообще даже в церкви не ходят. И над которыми ты никогда не владычествовал, над которыми не именовалась Иисус. Это есть в плане Бог. Для чего это происходит? Можно быть жестоким текстом для живых. Ты ходишь, ходишь в церковь, все равно у тебя может быть жестоким текстом. И это происходит, я думаю, вот с апостолом Павлом же это произошло. Бог же ожесточил его сердце, он же гнал церковь. Гнал церковь, он в тюрьме их сажал, он их убивал, когда был неверующим. Он всегда был верующим в Бога. Всегда. Он только не был Иисус Христа. Он был хорисеем из хорисеев. Он был самый-самый верующий. Он исполнял закон полностью, Моисей. И поэтому он считал, что вот этих людей геретикам надо убить. Он так верил, потому что. Верил он так. И когда лично Господь Иисус Христос к нему явился, тогда уже он только уверовал, потому что беспорядным было ему подповедовать. людям он не верил, он не доверял, потому что он был очень мудрым, он был очень умным. И высокое положение Бог в обществе занимал. И образованным он был. И поэтому таких простых рыбаков он был вообще даже слушать. Поэтому Господь Иисус лично ему и делал что-то проповедовать ему Евангелие. После этого жизнь апостола Павла полностью изменилась. Может быть, люди, визбольники, они приходят, подможены в церковь, походят, пройдет бы Бог, как бы чуть-чуть как бы знают, что Бог есть. Но Иисус как бы для них не достает, потому что они Его не приняли для Него Господом и Спасителями по-настоящему. Потому что если ты принимаешь, что за Христово, что за Него Спасителя, то Он действительно твой Господин. Аминь, ты не делаешь то, что Господин твой хочет. Иногда ты ходишь в церковь, просто не делаешь то, что Господь говорит. Не делаешь. Но это то же самое, ожесточил сердце твой. И вот апостол Павел, он потом сделался для многих всем. Он говорит, я сделался для всех, для одних таким я стал, для других я таким стал. То есть для того, чтобы спасти людей, он стал таким. Вот, например, чтобы спасти бомжа, нужно стать бомжом. Чтобы спасти наркомата, нужно стать бомжом. Чтобы спасти пьяница, нужно быть пьяницей. Ну, может быть, бывшим. Я не говорю, что сейчас надо. Нет. Ни в коем случаях. Просто ты понимаешь грешников лучше, если ты вот, ну, поймешь их, если ты низко-низко упадешь, низко-низко упадешь в твои глаза, и перед Богом, чтобы можно было спасти самого-самого-самого такого грешника, который уже мы не знаем, который уже общество вообще не может. Думает, что это кончен уже человек. Это уже не человек. Вот такого Бог хочет спасти через тебя. Он же говорит, как обедует Евангелие всей твари. Он говорит, он не выбирает, он не говорит, это он проповедует, а другому нет. Так он. Вот. Если этот человек, значит, надо ему показать, значит, надо ему проповедовать, значит, надо ему рассказать. И дети по всему миру проповедуют Евангелие, все варят. Когда Иисус крестен воскрес и вмерзлый, он их укорял за то, что они не поверили, что он воскрес. Он же сказал Марине, я воскрес, иди, скажи, братьям моим. Вот. Я воскрес измерзлый. Она пришла и сказала, ей не поверили. Потом, когда он к ней вверили, он их начал укорять. Ой, извиняюсь, не укорять, а упрекать. Упрекать им стало. Чего вы не поверили, что я воскрес? Почему вы ей не поверили? Почему вы этим ученикам моим не поверили, что я воскрес? Вот идите и подповедуйте Ивану будет приспать. Он сказал. Ожесточает Господь сердце для какой-то цели. Вы понимаете, вы проходили этот урок в своей жизни? он ожесточил сердце и ничего? Для чего это было нужно? Вы знаете, для чего это было нужно, Ралиф? Догадываешься хотя бы? Что главное делать получше? поразмышляй над этим. Зачем Бог уже встречает вверх? Может быть, чтобы можно было сравнить ту же среду жизни? Жить без цели это не жизнь. Это действительно бессмысленное существование. цели если у человека высокие там готовности, амбиции, то, значит, тебе нужно находиться в церкви, потому что Бог тебе дает это высокая цель. Выше уже некуда. Выше этой цели Если у тебя большие потребности, и тебе еще мало и мало, это может быть. Твою между может удовлетворить только Бог, больше никто. А если ты допустим, что тебе мало, ну, лужа достаточно. Лужа достаточно. А Бог хочет тебе дать океан. Ну, а если ты не хочешь океан, ну ладно, на тебе лужу. Вот. И поэтому Бог смотрит на сердце, Он видит сердце, Он видит почты и видит. Нужен тебе Бог или Он не нужен тебе? Вот. Он проверяет. И все равно они же начали вопить, им стало плохо. Они стали вопить, им стало плохо, и они говорят, а для чего ты ожесточил сердце мое? Мы лишились наследства. Короткое время владели этим наследством. Теперь все. Как будто бы мы уже не сообщили, не верующие. Вот. Аминь. 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 Давайте встаем в путеводить. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И вышли. И так же было. Семьдесят учеников же ушли от них. Как только он сказал, что есть и кровь мой, есть и клуб мой, что-то странное начал говорить в их уши. И все. То, что в их разум не входило, они уже не могли это. Они хотели контролировать Бог. Они хотели, ну, чтобы все было логично. Чтобы все было доступно для их разума. И как только они не доступны для их разума, они же хотели контролировать. Контролировать Бога хотеть. Но опять не будет. То есть наступит время, когда уже не будет понятно для своего разума, что делает Бог. Для чего Он это делает, это уже не будет понятно. Но ты должен все равно идти и верить. Идти за Нему все равно верить. Но вот когда учеников постигла вот эта участь, да, когда их учителя, значит, распяли на кресте, они же не понимали, это было недостойно для их разума. Хотя у нас не допреждало бы это. Что так оно будет. Но они все равно с ним остались. Хотя они понимали, что их может простигнуть та же самая участь, что их учитель. То все равно же они с ним остались. Они не ушли из них. Это у них потому, что была такая вея. И действительно же они все умерли в мучительной смерти. Все апостолы, они умерли в мучительной смерти. А апостолы Петра вообще растяли их голову. Но они все равно следовали за Богом. Это было недоступно для их разума. Но они все равно верили, до конца верили. И они получат не убедающий генетный главы. И апостол Петр дал католику вороть в рае. Ворота ада не одолеют. Он апостолу Петру сказал. Ты камень, он сказал. И на всем камне я построю церковь свою. И врата ада не одолеют. Вот на острове Петре стоит церковь. На этом камне. Аминь? Аминь. Ты киха, камень. Да, он новое имя. На всем камне я саду дам. Да, камень? Врата ада не одолеют. Аминь. Да. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Это характер Бога, это его природа, он едет в этой природе. Какой здесь еще Бог, можно сказать? Он сам есть источник жизни. Они, действительно, когда она призналась в том, что мужа у нее нет, действительно мужа нет. Вообще муж должен воду таскать, а не она. Почему женщина таскает эти ведра с водой тяжелые? Это вообще мужская работа, я считаю. Действительно, мужа нет. Хоть там у нее и есть сожитель, но видно, что он ее не любит. Она сама таскать эти тяжелые ведра с водой. И у Иисуса, действительно, даже не было нечем черпать Божию. Но он же господин. Он же господ. Собто. Помните случай со сленком? По сленком? Вдете говорите – возьмите сленка, мне нужна за Русалю на нем приехать, за Русалю. Это, получается, они взяли и просто ограбили, и взяли сленку, забрали. Надо именно Господу, и раз они его и отдали сразу. Это же Господь в нас, потому что Он Господь. Он все хочет берет, потому что ему это надо. Все. Аминь? Аминь. Аминь. Он Господь. Это все Его. Не здоровал он этого осленка, не ограбил тех людей, кому этот осленок принадлежал, потому что это все, что принадлежит нам, это вообще Божие, это вообще не наше. Вообще ничего не принадлежит нам. На самом деле это все Его. Это все Бог. О чем говорит Сенсус, когда Он говорит о том, что если ты получишь воду, которую даст тебе Бог, ты вообще не будешь жаждать людей. Но я много слышала про людей о том, что у нас должна быть жажда. Мы должны жаждать, жаждить и Бога. Вы должны жаждать, и Бог должны жаждать и Бог. А я чуть не понимаю, потому что тут происходит со словами Иисуса Христа. Потому что Иисус Христа сказал, что кто будет пить воду, которую я дал, тот не будет жаждать людей. И если ты жаждешь, значит перекрут вход для того, чтобы ты эту воду получал. Значит, есть какое-то приятное для того, чтобы ты мог пить эту воду живую, которая стала источником жизни, текущей в жизнь вечную. Она же в тебе. Бог дал тебе Святого Духа, который внутри тебя. Это есть, значит, вода живая. Вода живая и Слово Божье – это тоже вода живая. Слово Божье, которому питается, это есть вода живая. Если оно в тебя не входит, если ты жаждешь, значит перекрыть вход. Есть какое-то препятствие, которому нужно удалить. Это может быть гордость. Это может быть обиды. Это может быть какое-то непрощение. Я не знаю, это может быть какой-то грех. Что-то мешает. Что-то мешает тебе пить эту воду. Просто перекрыть. Либо нужно просто порыть поглубже. Чтобы порыть поглубже. Чтобы можно было выпить эту воду. Одно то, что ты пришел с драка, здесь колодец есть. Здесь есть колодец живой воды. Где ты можешь пить воду и никогда не жаждаться. Есть какое-то препятствие. Что нам нужно поразмышлять над этим, что же это такое. Амин? Амин. Амин. Вот мы пьем. Я вот каждый день пью воду. Я даже поняту сколько раз я пью воду. И все равно я потом хочу опять эту воду пить. Опять хочу эту воду пить. Каждый раз опять. И Иисус это говорит в Слове Своем. Опять и пьющая эту воду вас жаждет опять. Правильно? Правильно. 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 Ты пьешь воду на следующий день? Правильно. Ты снова хочешь пить? Правильно. Но так Иисус и говорит, опять вожаешься. Все те, кто пьет эту воду, снова вожаешься. Так оно и есть. И потом он говорит о другой воде. Но вода, которую я отдам. Но кто будет пить воду, которую я отдам ему? Тот не будет жаждать воды. Но вода, которую я отдам, делается вновь источником воды, текущей уже вечной. Вожаешься. Может, ты не получил еще этой воды, поэтому ты жаждешься. Поэтому мы жаждем. Может, вы ее вообще не пили ни разу? Так посчитаете? Или там просто капелька какая-то попала, одна капелька и все, мы там жаждем. Потому что мы попробовали там чуть-чуть, но это помало. Может, поэтому проповедники учат. Вы жаждете, жаждете. Чтобы Бог вам дал больше. Поэтому жаждете. Поэтому, может быть, это не проповедник. Я не знаю. Но Иисус говорит, кто будет пить воду, которую я отдам ему, тот не будет жаждать воде. А что-то не соответствует тому, что Иисус говорит. Значит, может быть, мы не пили эту воду? Он умеет жить вечно, он дает. Вода от него. Вечная жизнь. Ну, конечно. Вечная жизнь – это не вода. Написано. Но вода, которую я дам ему, сделается в этом человеке, который пьет всю воду, источником воды, которая течет в жизнь вечную. То есть, эта вода, которая течет в жизнь вечную. Но сама вода – это не вечная жизнь. Вечная жизнь – это вечность. То есть, сам личность Иисуса Христа – это Он и есть вечная жизнь. Он сам сказал, я Иисус и есть в ней жизнь. Это Он сам вечная жизнь. Но Он дает воду, которая течет в жизнь вечную. Она течет в жизнь вечную. В нас, внутри нас она течет в жизнь вечную. То есть, в Него течет эта вода. Не куда-нибудь другое место подальше от Бога, а именно в Него течет она. В вечную жизнь она течет. Она внутри нас, она должна течь в Него, туда будет, вот внутрь, в Него. Если Он дает эту воду, мы не будем жаловаться никогда. Если я ему, то будет пить эту воду. Может быть, Он дал тебе эту воду, а ты ее не пьешь. Вот в чем проблема может быть. Надо пить эту воду. Он тебе ее дал уже. Ты пей, 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 пей эту воду. Я вот на этой неделе начала практиковать. На той неделе практиковала, и на этой неделе практиковала. Тоже вот так сидела и ждала. Я помолилась, Библию почитала, сижу и жду. Молчу просто, ничего не молюсь, ничего не говорю. Просто сижу перед Богом и жду. И сразу я ощущаю, как присутствие Бога. Он наполняет сразу. Он жажду убирает сразу. Вот моя душа жаждет, а он эту жажду убирает. Вот когда я сижу, просто жду Его. Чувствуете, да? Вы же тоже это ощущаете. И нам нужно это практиковать, нам нужно делать это дольше. Учиться дольше. Учиться дольше. Находиться просто в Его присутствии, просто молчать, ему чего не говорить. После того, как мы прочитали Библию, размышляли над ней, просто нужно сидеть в Его присутствии. И ждать, когда Он начнет. Дух Святой когда начнет. В это время ты начинаешь пить воду живую. Просто ты ее не пил, поэтому жажешь. Вот именно в это время надо сидеть и пить. У меня получалось сидеть на минут 10, на минут 15. Я все-таки понимаю, что это все равно мало. Я знаю, что Богу нужно больше, чтобы я это все делаю. Конечно, не просто сидеть вот так вот так. Перед этим, конечно, нужно говорить своими устами, молиться Богу на иных языках. Молиться и Библию читать. Ну, как мы с вами учили, да? Ну, вот у меня, значит, Пенуэл, потом Слово Божье, потом ходатайственная молитва, потом молитва на языках. И вот после каждого этого раздела я сделала и ждала Бога. И я ощущала Его присутствие Болише. И когда именно это делала и ждала, я ощущала это, потому что в это время стало просто Бог. просто пила воду уже. А до этого я это так не делала. Я так не делала. Я просто поговорила, значит, с Богом. Вот. Поела Слово Божьего. И водой я это не запила. И деревьям раны свои не помазала. Понимаете? Да. Давайте делать это чаще. Пить воду вживую. И дольше. Так. Иисус Навин. 200 слов. Так. Давайте закрываем. Девятая глава. Да. У Неселacja. Время. У минуту. Все остались. С двадцать первого по двадцать седьмой стихи. Получается, 239-я страница, здесь 40-я. Так, с двадцать первого по двадцать седьмой стихи. До конца. Нашли? Давайте вместе прочитаем. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить их вам и черпать воду для всего общества. И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус прервал их и сказал, чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете в леснах. За это прокляты вы, без конца вы будете рубить рова и черпать воду для дома Бога. Они в ответ Иисусу сказали, «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел на Иссею рабов твоему дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли за лицом вашим. Почему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело? Теперь вот, мы в руке твоей. Как лучше исповедливее покажется поступить с нами, когда поступил. И поступил с ними так. Избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвели их. И определил, что тени Иисусу, чтобы они рубили трава и черпали воду для общества и для жертвенников Господня, даже для всего дня на месте, которая не правдит Господь. Аминь. Здесь мы прочитали историю о том, что кое-кого Иисус Навин проклят, ну, сказал-то о них проклятие, что вы будете черпать воду, рубить дрова. Оказывается, черпать воду и рубить дрова – это проклятие. Для всего общества Израилева, для Дома Бога моего. И я знаю, насколько трудно, да, вот дрова рубить, черпать воду. Вот я жила в доме таком, где нет воды. Нужно было идти за водой, колодец там рядом, он был за рекой, там еще колодец. Вот нужно было за семи ледрами ходить и набирать воду. Тяжело это, неудобно. Бог сказал, да, уничтожаться. Уничтожаться, значит, чтобы Иисус Навин обладел землею обитованную, которую Константин обещал. И они должны были прочистить, значит, тебе дорогу и уничтожать грешные народы. Жизнь говорит об евреях, то есть евреи обманули. Жители Габаона – это были евреи. И они предположили, что как будто они пришли с дальней стороны и заключили союз с Устанавином, что они защитят, значит, их. И вот, когда они пришли, увидели, что, оказывается, они живут совсем рядом. И за это Иисус Навинных проклятил, что за ложь надо. Они же обманули Иисус Навин. И за это Иисус Навин. Потому что они обманули народ Божий того. Избрали народ Божий. Обманули. И постигывая и проклятывая, кого вы будете рабами во всю жизнь твоей. Вот Иисус, помните, в Новом Завете, Он говорит, «Полонадуха святого не простит, не в всем веке, не в будущем». Помните, Андрей? «Полонадуха святого не простит, не в всем веке, не в будущем». Вот. Видите, какое проклятие постиглость? Ну да, они остались в живых. Они живые, они остались в живых. Он их оставил в живых ради клятвы, которого он поклял, потому что он остался в живых. «Полонадуха святого не простит». Мы не понимаем своим разумом, почему Бог так делает. Здесь те же жить хотят. Почему Он говорил, здесь надо уничтожать и все такое. И не простит нас. О, надумайте, Господь. Я знаю верующие такие, которые говорят, что вы там, у вас там дьяволицы, у кого вы молитесь, значит, чудеса, парикетивы, там, дьяволицу и так далее. Ну, когда на языках молитесь, это и дьяволицы, и так далее. Это на таких верующих. Вот. А Итут говорит, что «О, Духа святого не простит». Когда парицеи подошли и сказали им, что он изгоняет в лесах силы князя в лесовках. И после этого Иисус им сказал, что «Колона Духа святого не простит». Вот. Потому что они хулили таким образом в лесовках. Вот этими своими словами, говорят о том, что вы там бесовского силы, значит, изгоняете в лесах, стреляете в лесах и так далее. Поэтому, дорогие сестры и братья, будьте осторожны, когда вы говорите о том, кто чьей чересю изгоняет в лесах. И творит чудеса Божьей. И когда верующий молится на языках, что это дар Божий, это дар Святого Духа. Аминь. Молиться на языках – это дар Святого Духа. И было наказание им черпать воду и рубить трава. Будете, как говорит, будете черпать воду и рубить трава. И здесь на земле, и веки предыдущих. По сей день они черпают воду. И воду будете черпать и трава рубить. И в всем веке и в будущем тоже. Тяжело в будущем. Будьте рабами во всю жизнь. Потому что есть сыновья Божьи, и дочери Божьи, статуса терлевого, а есть рабы Божьи. Мы, конечно, рабы, мы знаем, да, пока мы еще не вступили в нас, и сказали, ну, раб Божий. Но сам апостол Павел говорит, я раб Божий, апостол Иисуса Христа. что он говорил о том. Потому что он действительно был как раб. Он проповедовал Евангелие по всему миру. Он в тюрьмах сидел, он только страдал за имя Господа Иисуса. Он говорит, вы в честье, а мы в бесчестье. Вы в славе, а мы в бесславе. Помните, он говорил об этом? То есть мы с вами в славе Божьей находимся. Мы дети Божьи, ты дочь Божьей, я дочь Божьей. Ты сын Божьей, ты сын Божьей. И написано, что сын пребывает в доме вечном. Но в доме Божьем имеется, сын пребывает вечном. Раб не пребудет в доме вечном, сказано. Раб не пребудет в доме вечном. Поэтому вам нужно родиться свыше. Должно вам родиться свыше. Иисус говорит. Он даже всем верующим этим. Парисеям говорил, Никодиму говорил. Должно вам родиться свыше. Хоть они и были верующие в Бога, но Он им сказал, вы должны родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходится, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Аминь. Аминь. Должно вам родиться свыше. Все мы братья и сестры, а это дамы и елы. Все люди по всей земле, братья и сестры, а это дамы и елы. Все потомки, а это дамы и елы. Все братья и сестры, все по-самому делу. То есть братья и сестры, которые во Христе Иисусе, то есть рожденные свыше, которым Бог дал власть быть чадами Божьими. Аминь. 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 Это другой уровень. Это царство Божьего, это перешел из царства Сны, царство Возыбленного Сына Своего. Аминь. 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 Это неубедима. Это верующие, Бог показывает. Я не знаю, почему он смех показывает. Они прямо ее видят глазами, я даже знаю знакомого, который видел смерть. А Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, тот соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерть в воде. Дорогие братья и сестры! По плоти и братья и сестры, духовны наши во Христе Иисусе. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не было у меня такого. Потом я ходила в гости в другую церковь. Там уже дух совсем другой. У меня совсем другая атмосфера. Там Бог какой-то страшный сразу. Но когда проповедение проповедует, у меня же страшно становится. За себя страшно сразу становится. Потому что если ты в Церстве Божьем, если ты имеешь Духа Святого, то написано, что Бог дал нам Духа небоязнь, то есть сила любви и целомудрия. А когда приходишь в ту церковь и начинает проповедовать, становится страшно. Хотя вроде бы все правильно говорит, понимаете? Но дух совсем другой. Бывают такие, знаете, вдохновляющие проповеди, вдохновляющие такие, которые украсляют твою веру, любовь к Господу. А есть такие, которые тебя, можно сказать, обличают. Которые тебя упрекают, укоряют, унижают. Вот есть такие вот проповеди. Конечно, нам больше нравится вдохновляющие. Я даже слышала одно свидетельство, одной верующей, которая говорила о том, что когда ты изгоняешь весом, что это Бог не угодно, что когда ты весом изгоняешь. Знаете, так классно рассказывает же. И Бог такой спрашивает, правда становится. И там ей какой-то ангел явился. И он сказал, смотри, ты не имеешь власти такой, чтобы изгонять весом, знаешь, демоном и так далее. Ну, типа, это не твоя. Не твоя миссия. Это не твоя. Но я что-то не пойму. И поэтому апостол Павел говорит, если даже ангел с неба придет и начнет говорить не то, что я вам проповедую, но будет анабин. Анабин. Даже если ангел с неба придет, запомните. Потому что многим верующим приходят все ангелы. Он говорит, даже если ангел с неба придет и начнет говорить вам то, что не я вам проповедовал, да будет анабин. А анабин – это значит, что я буду закончен. Поэтому очень нам важно узнать Слово Божье в самим, и научиться размышлять над Словом Божьим в самим. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу Слово Божьего, когда вы читаете, или по поводу, когда здесь мы проповедуем, если есть какие-то вопросы, вы потом записываете и задаваете эти вопросы, мы будем их обсуждать. Если с чем-то не согласны, вы тоже говорите после богослужения, потому что вы должны сами все проверять по священному Писанию. И чтобы мы пришли к единомыслию. Аминь? Аминь. Аминь. Нужно быть очень осторожным, чтобы не постигло нас это черпать воду и рубить дрова для Дома Божия. Помните, мы там одной беспресс, Бог показал видение, Иисуса она видела, и там очередь невеста Иисуса Христа, а был просто сантехник, который пришел там что-то починить Иисусу. Это было, ну, она видела там, кто такой красивый, на земле такого нету, весь в мозаике. И когда она пришла к нему, увидела его глаза Иисуса, и она поняла, что она любима. Там было ведь много невеста Иисуса Христа. И она была одной из них, она удастилась видеть лицо Бога. Он был просто сантехник, который не имел чести видеть его лицо. А мы с вами те люди, которые хотим видеть его лицо. Они? А ведь. Наша главная цель – это мы движемся верой. Вот я, допустим, никогда не видела физическими глазами лицо Иисуса Христа. Спокойный вид на самом деле. Я никогда не видела лицо Бога. Вот. Но я верю, что оно прекрасно. Я верю, что Бог прекрасно. Я это знаю. Я в это верю. Они их ставили. Поэтому я веду за них. Бог нас лечет лудами человеческими. Вот видишь, да, лицо красивое человеческое. Как-то хочется любоваться на лицо, да? Хочется остановить свою взгляну, любоваться. Представляете, как прекрасен Бог, что… Все любит красивое. Да. Как прекрасен Бог, что от него просто глаз не оторвать. Просто Бог показывает вам через рассматривание творений. Открывается вам, да? Когда видишь красивого человека, хочешь на него смотреть. Любоваться на человека. На все красивое. И на цветы. Да. Нам только красивое, что нравится. На их ноге. На все. На детей. Потому что Бог вложил на это чувства. Он не вложил на себя чувства там любви какие-то. Это уже просто больной человек, больной психикой. Он там выбирает, что такое страшно. Вот ему это нравится. Мне это не нравится. Это уже отделалось. Я знаю, что люди, они любят там. Да. Монстров там смотреть, им нравится. Это отделалось. Вот. И даже себе одежду покупать с этими монстрами там что такое. И даже вот хотят быть похожими на них. Оставляется не верующим. Это уже, я не знаю, как можно так. Остлепнуть. Это дети сатаны. Вот. Происходит же это. Люди там такой степени далеки от Бога, что они просто ответят. Они уже не различают, где добро, где твой, где прекрасное, где безобразное. Не видно. Для них это прекрасно. Да. Вот сейчас вот фильм «Аватар» сделали из него там. Человека, значит, там унизили. А «Аватар» это, значит, там герой. Видели, да? Видели фильм «Аватар»? Видели? Ну, режиссер, который «Титаник». И он там, значит, «Аватар» он там такой хороший, он сделал. Вот, что он якобы… А человек такой плохой. Унижает человека. Сатана унижает, богиня Божия. А вот сделал так, что «Аватар» там такой прекрасный, красивый. Ничего красивого в нем не вижу. Ну, там, как инопланетянин, он намного больше человека. В три раза где-то. Синего цвета глаза такие ровные, как у кошки. Вот. И у них там целая стая, значит. И они, значит, заработили человека. И там вот все это в этом фильм показывает. И очень много мирских фильмов, где служителей, божих, да, показывают. В таком виде дьяволы показывают, как будто бы все священнослужители такие тупые, глупые. Вот. Ну, насмешка постоянно с священнослужителями. Вот. Я не имею в виду христианских фильмов, а именно вот в мирских фильмах показывают. И так действует сатана. Унижает своих детей Божьих, и клевещет на них постоянно. И говорит всякую ложь. Ложь жесткие вещи, которые постоянно говорят ложь. Выставляют их в неприличном свете, служителей Божьих. Бог так не будет делать. Он не будет там нас позорить, знаете. Потому что Бог, Он прославляет. Мы прославляем Его, и мы сейчас обличную славу Божью. Аминь. 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 Давайте с вами стоим около шести. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Господь, спасибо Тебе, благодарим Тебя Господь, что мы можем принести Тебе сожертвование, дефективный дом хранилища Твоего, что безумие Твоего было пищем. Спасибо Тебе, наш Господь, что Ты дарил нам наследие небездающее, вечное, небездающее, драгоценное сокровище, жемчужину. Это Ты, Господь Иисус, наше жилище, наш дом, наш храм. Спасибо Тебе, Господь, что всё моё – это Твоё, что всё Твоё – это моё. Ты обещал Твоё, что изоёшь на нас благотворение до избытка, и Ты это и сделал. Ты посадил нас на небесах по Христе Иисусе. Ты приготовил нам обитель в доме Отца и векному. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту обитель в доме Отца и векному, за дар вечной жизни. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты даёшь нам, и щедро дай, и всё нам щедро даёшь, Господь, во имя Иисуса Христа. И в этой жизни даёшь нам всё потребное для жизни и благочестия. Всё, что нам нужно, Ты сказал, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Спасибо Тебе, Господь, что Ты дал нам такое сердце, что мы довольны тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа, мой Иисус. Аминь. О, да, я иду в тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дома еще много поизучайте над Словом Божьим. Хорошо, мои дети? Вы должны каждый день читать мое слово. Это слово живое. Это я писал. Мои дети все читают. Хоть я их не учу, они уже знают, они каждый день читают мое слово. Каждый день хвалят меня, каждый день благодарят. И вы, неверующие, которые слышат сейчас, смотрят меня, тоже приходите ко мне в церковь. Все приходите в церковь и читайте Слово Божие, которое я написал. Изучайте. Встречайтесь со мной. Я могу быть и живым. Я могу быть и в слове. Я могу быть и в духе. Я живой, Господь Иисус. Я для всех, Господь Иисус. Для всех. Один единственный ваш, Господь Иисус. Для всех верующих. Так что, изучайте Библию, читайте, поклоняйтесь мне, Господу Иисусу вашему. А Господь о вас позаботится, о всех верующих. Я вас всех люблю, всех обожаю, всех я своих детей люблю. Я люблю только своих детей, которые любят меня и читают Слово Божие. Всех я люблю. Все приходите в церковь каждое воскресенье. Я вас жду. Ваш Господь ждет вас. Я жду вас всегда. Так что, учите вместе со мной. Слово Мое. А я вам буду давать все, что вам нужно для жизни. В этой и там, в Минвестах. Я для вас все приготовлю. Для моих верующих. Сыщен. Так что, мы встретимся еще в следующее воскресенье. И каждое воскресенье в церкви. А так я с вами каждый день, каждую минуту с вами. Так что, общайтесь со мной, с Богом вашим. Молитесь мне, просите меня, что хотите. И я вам все дам. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Мы будем все каждый день читать Своё Слово Божие. Сейчас ты живой, Господь. Мы с тобой каждую минуту будем общаться. Аминь. Давайте учим наше. Послушаем подслужение. Наша официальная. Потому что это наша жизнь. Богослужение. Аминь. Аминь. Богослужение. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, Господи! Спасибо! И что там? Так, пойду я включу и сейчас пойду будем смотреть. Спасибо! 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 Спасибо!